подожди я сейчас вот это красиво вырежу всем привет сегодня у нас любимый рецепт для дюкановцев это десерт десерт на чередование и готовится он совершенно просто спасибо моей давней-давней знакомой она сейчас моя подписчица спасибо тебе большое она мне прислала этот рецепт и я уверена что он нам всем понравится поэтому готовлю сейчас вместе с вами будем пробовать вместе с вами и как бы все это расскажу и покажу все самое простое что только может быть значит здесь у нас молоко процент жирности тот который вы используете на дюкане здесь у меня агар-агар немного воды соль шоколад у меня шоколад без сахара но с добавлением стевии то есть он сладкий если у вас просто шоколад без сахара то можете добавить дополнительно стевию то есть по сладости это уже на ваш вкус и какао обычный какао но берите такое хорошее чтобы десерт у вас получился вкусным все пропорции под видео внизу значит что нужно первое сделать нужно агар-агар залить водой это прохладная водичка и вот просто смешайте чтобы масса получилась однородная готова теперь берем молоко и ставим на плиту чтобы она подогрелась то есть слегка такой пар пойдет и можете снимать пока молоко у нас так нагревается мы возьмем сейчас я взвешу сколько это будет это вот такая столовая ложка с горкой какао давайте возьмем 15 грамм это не принципиально и вот это молоко которое у нас стоит на плите мы отсюда нужно такое тепленькое мы возьмем немножко чтобы какао растворилась и не было комочков следите за тем чтобы не было комочков так молоко нагрелось мы сюда переливаем какао сюда же мы добавляем шоколад перемешиваем шоколад должен раствориться сюда же мы выкладываем наш агар-агар так и ну буквально знаете вот щепотку соли вы знаете я во все десерты вот добавляю обязательно соль вот это вот обязательно сделайте не игнорируйте этот момент чтобы десерт у вас был полноценный да еще забыла сказать у меня здесь упаковка от молока вы можете использовать упаковку от сока любого можете силиконовые какие-то формы если вы хотите десерт сделать порционный вот такую форму тоже нужно приготовить и теперь мы перемещаемся к плите это все у нас должно закипеть при постоянном помешивании от плиты мы уже не отходим вот смотрите при постоянном помешивании здесь в краев уже начинает подкипать вот буквально посчитайте до 30 вот видите пошли пузырьки досчитываем при постоянном помешивании до 30 до минутку может быть вот так вот покипятите чтобы это все проварилась и все огонь мы выключаем при помешивать не переставайте если у кого толстое дно еще продолжает все это кипеть вот так вот такая достаточно жидкая масса получилась теперь на эту массу перельем форму нашу или формочки как вы хотите все переливаем аккуратненько не обжечься так мы все перелили так слегка постучите чтоб пусырьки воздуха вышли все когда остынет до комнатной температуры когда остынет до комнатной температуры ставим в холодильник на ночь и итак ночь прошла мы теперь должны наш десерт освободить от упаковки вот такой у нас получился симпатичный брусочек он такой плотненький вы знаете сверху вы можете посыпать кокосовой стружкой какими-то перемолотыми орехами если вы не на югане или вот как я вот чуть-чуть припылить пока вот так украсить можете это ваша фантазия ну что мы сейчас будем пробовать в разрезе просто шикарный вот ну знаете как я вам скажу честно десерт этот для лёши я всякие желей на эти дела не не очень люблю но я с удовольствием попробую вот на белом фоне наверное как-то вот так он такой блестящий очень красивый в меру сладкий такой шоколадный настоящий вкусный десерт поэтому приготовьте люба спасибо тебе большое присылайте свои рецепты делитесь своими знаниями будем всегда рады с вами пообщаться ставьте комментарии пишите лайки всем пока а